Здравствуйте, дорогие участники круглого стола! Боболев Алексей Валерьевич, депутат молодежного парламента, заместитель директора школы 29 по воспитательной работе, директор музея блокадной ленинграды, находящегося в этой школе. Я много раз, видимо, буду пересекаться с уважаемыми ораторами, которые уже выступали, потому что у нас много схожих тем, да и, опять же, молодежный парламент здесь приглашен был для того, чтобы мы вас услышали, и, соответственно, пересечения, естественно, будут. Много раз прозвучало слово «уникальный», уникальное спасение предметов искусства, уникальные условия, и Юрий Альбертович говорил о том, что вообще блокада сама является уникальным событием в истории человечества. Поэтому важно до молодежи доносить разницу между осадой и блокадой. Уже звучало сегодня, что город никто брать не собирался, что город должен был быть уничтожен. И было указано на то, что у нас тут и германские, и финские войска, и итальянская техника, и испанские добровольцы, объединенные Европой, и уже говорилось о том, как это перекликается с текущим моментом истории нашей страны. Важно вспомнить о том, что с 2014 года у нас активно далась работа историками, которая вместе с сотрудниками прокуратуры, которая привела к тому, что в 2022 году блокада Ленинграда стала основным аргументом признания того, что во время Великой Отечественной войны в Германии был совершен акт геноцида советского народа. И сейчас активно развивается именно эта тема о том, что это был именно геноцид. Уничтожение по принципу принадлежности к определенной стране. Это второй из актов геноцида доказанный, пока еще не на международном уровне, но, опять же, по понятным ныне обстоятельствам. Но, собственно, у нас еврейский геноцид, советский геноцид, и сейчас в процессе разработки китайский геноцид. Ну, мы, естественно, говорим о нашей стране и о важных для нас событиях. С точки зрения того, что мы говорим о молодежи, нужно понимать, что не всегда, к сожалению, было так. Не всегда была поставлена так идеологическая работа. И упоминали уже предыдущие ораторы о том, что и в учебниках истории у нас... Да, и искажалось, и вообще прямо, скажем так, вражеская точка зрения могла просочиться. И это привело к тому, что, да, к излету нулевых мы видели и выступление школьника Куленьки в Бундестаге, который говорил о невинно погибших немецких солдатах. Да, и уже звучавший сегодня вопрос о том, а не надо ли было сдать город, о чем мы начинали говорить, собственно, с Мариной Анатольевной, да, и что должно было важной нотой прозвучать. И важно понимать, что тогда идеологическая работа была отпущена все-таки на верхнем уровне, да, у нас государство как бы не особо на это делало акцент, но при этом на низовом уровне, да, и сегодня звучало о том, что сотрудники библиотек, школьные учителя продолжали доносить верную, важную точку зрения. И я, например, как человек, который 25 лет прожил в Сибири, да, и казалось бы, ну, для меня школьника в Алтайском крае очень далека должна была быть блокада, но благодаря тому, что у нас были эвакуированные жители, да, благодаря встречам с ветеранами, благодаря тому, что школы с этим работали, это было важно и для нас там, да, за вот так далеко. Так что это дело важное и откликающееся в сердцах жителей всей нашей страны огромной. И, повторюсь, с 2014 года у нас, естественно, тоже в связи с текущими политическими событиями у нас и государство повернулось к этому лицом, и сейчас важная для нас работа как молодежного парламента доносить до молодежи, со школьниками мы тоже работаем, да, и я не могу сказать пока, что это активная работа, потому что мы только начали, как уже было сказано, да, в ноябре мы собрались, и я думаю, вот эта встреча, это как раз залог того, что вы увидите нас, и у нас будут какие-то выходы на общение с вами, на работу дальнейшую, не только связанную с Ленинградом, у нас много дней воинской славы, у нас наша славная история, да, и не только история, да, но и текущий момент подразумевает, что нам надо держаться вместе, работать вместе. Так что я думаю, мы продолжим наши встречи, я буду рад, если нас будут еще приглашать. Ну и надеюсь, со многими на встречу 24 января, уже прозвучало сегодня, да, что у нас будет проходить тоже важное уже для школьников мероприятие, для активистов школьных музеев в Сердцах школы 29, музей блокадного Ленинграда. Спасибо большое.